Халат – домашняя одежда, которая дарит комфорт и уют. Изданно он считался статусной одеждой и по нему можно было легко определить достаток человека. Сейчас данное изделие есть практически в каждом доме. Чтобы получить по-настоящему удобный халат, необходимо внимательно отнестись к его выбору. Первое, с чем стоит определиться – назначение изделия. Где вы его будете носить и какие функции оно будет выполнять. Стиль и фасон халата зависит именно от его назначения. На сегодняшний день рынок переполнен интересными моделями халата. Они могут быть совершенно разного фасона и расцветки. Если в мужском халате меняются только материалы, крой практически остается прежним. В женском варианте меняется все. В данном видео расскажем, как выбрать красивый и удобный женский халат и какому материалу отдать предпочтение. Критерии выбора женского махрового халата. Как было сказано выше, перед покупкой халата определитесь с его назначением. Просто ответьте себе на два вопроса – для кого и для чего. Далее обратите внимание на материал. Это важный критерий, от него на 90% зависит комфорт. Ведь чем приятнее на ощупь изделия, тем комфортнее в нем. Чем плотнее халат, тем теплее в нем зимой. Тонкие халаты – лучший вариант для лета. Фасон. Выбирая домашний халат, остановите свой выбор на свободных моделях, которые не будут сковывать движения. Длина. Здесь вопрос спорный. Длинные халаты подарят тепло, а в коротких удобно передвигаться. Назначение. Определитесь сразу, когда вы будете надевать халат. После душа, после пробуждения, носить в качестве домашней повседневной одежды. Только после этого вы сможете понять, что лучше купить один универсальный халат или несколько изделий разного назначения. Застежка. Производители предлагают разные типы застежки. Молнии, пуговицы, пояс. Решайте для себя сами, что удобнее. Рассмотрим каждый критерий подробнее, чтобы сделать правильный выбор. Длина халаты для дома. Домашний женский халат уникальное в стиле, выбор которого исключительно индивидуальный. Можно выбрать короткий или длинный, из шелка или бамбука, с кружевом и без. Говоря о длине, то здесь есть два варианта. Длинный макси халат. Такая модель сделает его обладательницу привлекательной и визуально стройнее. Длина халата добавляет женственности и романтичности образу. Такая модель подойдет абсолютно всем. Изюминка длинного изделия, откровенное декольте и подчеркнутая поясом линия талии. Цвет халата можно выбрать любой, начиная от нежно-пастельных, заканчивая яркими кислотными цветами. Длинные халаты могут быть декорированы кружевом, стразами и вышивками. Короткий халат и средний. Короткое изделие подчеркнет сексуальность девушки. Если выбрать модель с кружевом, то она отлично подойдет для романтической обстановки дома. Короткие халатики покупают те, кто любит быть сексуальной даже дома. Материал домашнего халата. Мы никого не удивим, если скажем, что женские халаты шьют из натуральных и синтетических тканей. Первый вариант подойдет тем, кто будет носить изделие на протяжении всего дня. В таком случае важно, чтобы материал дышал и поддерживал комфортную температуру тела. Натуральные ткани просты в уходе и приятны на ощупь. Для тех, кто надевает халат редко, достаточно приобрести синтетическое изделие. Самые распространенные варианты – велюр, стопроцентный хлопок, махра. Выбираем фасон. Женский домашний халат имеет сложный крой и часто оснащен декоративными элементами. Например, воротником разной конструкции, манжетами, вышивкой и аппликациями, карманами и т.д. Говоря о фасонах, то дизайнеры выделяют несколько вариантов, которые подойдут для женщин. А-образный крой. Стиль ретро. С приспущенной линией плеча, с легким лифом, с широким подолом и пояс на талии. Такой фасон не сковывает движения и при этом обладательница халата остается женственной. Свободный крой со стежкой, молнией или пуговицей. Такие модели имеют карманы. Халат свободный от кроя отлично подойдет женщинам с прямоугольным типом фигуры и тем, у кого яркая выраженная талия.